Глава 5. Подзаголовок 6. ООП Виордании. 56-70 годы. Насер, помнивший о жестоком поражении 56-го года, отказался предоставить ООП возможность действовать против Израиля с египетской территории. Поэтому палестинская организация перенесла свою основную деятельность в Иорданию. Этому способствовало также и то, что лидеры ООП считали Иорданию частью Палестины, то есть территорией своего будущего государства. Король Хусейн не был тогда достаточно силен для того, чтобы воспрепятствовать деятельности ООП в своей стране. Он опасался реакции панорабистских режимов Египта, Сирии и Ирака, которые единодушно поддерживали размещение армии освобождения Палестины в кавычках в Иордании. Однако очень скоро стало ясно, что эти государства рассчитывают на то, что палестинские формирования, проникнутые панорабистской идеологией, свергнут при первой возможности хашемитскую династию и установят собственную власть в Иордании. Еще в 60-м году Насер организовал покушение на короля Хусейна, в ходе которого был убит премьер-министр Иордании. Сирийский президент открыто призывал к свержению Хусейна, заявляя, что «освобождение Иордании означает освобождение Палестины». Ахмед Шукейри именовал иорданского монарха наемным лакеем Запада. Он угрожал ему тем, что если ООП не получит возможность действовать в Иордании, палестинские формирования уничтожат иорданское политическое образование, которое все еще подвластно колониальному правлению хашемитской династии. ООП стало предпринимать налеты на израильскую территорию сконтролируемого Иорданией западного берега, Иудея и Самария. Ответные действия Цахала становились все более жесткими. Самая серьезная израильская операция возмездия была осуществлена в конце 1966 года в ходе рейда на иорданскую деревню Эс-Сама. Таким образом, пусть и не будучи единственным или решающим фактором, террористическая тактика ООП все же внесла свой вклад в эскалацию напряженности, кульминацией которой стала давно вынашиваемая ООП война на уничтожение Израиля. Шестидневная война. Однако эта война привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали лидеры ООП и арабских стран. Израиль, уничтожение которого столь уверенно предсказывал Ахмед Шукейри накануне войны, нанес сокрушительное поражение арабским армиям и освободил территории, с которых палестинские формирования наносили свои террористические удары – Иудею, Самарию и Газу. ООП была вынуждена перенести свои базы на восточный берег Иордана, что привело к фронтальному столкновению между этой организацией и хашемитским режимом короля Хусейна. Хусейн не нашел в себе смелости запретить присутствие вооруженных отрядов ООП на земле Иордании. Чем больше он уступал, тем ощутимее становилась мощь ООП в его стране. В конце концов, лидеры этой организации обнаглели настолько, что замыслили «освободить» в кавычках восточные береги Иордана в качестве первого шага на пути к освобождению Западной Палестины в кавычках. В 1968 году ООП вступило в открытый союз с тремя группировками, находившимися вне закона Иордании, с насиристским арабским национальным движением, с баосистами и коммунистами. Целью этого альянса было свержение короля Хусейна и установление нового режима Иордании. Заговорщики не приняли в расчет только одно обстоятельство – король Хусейн вовсе не собирался уступать им власть в стране. Между тем, ООП сумела создать в Иордании государство в государстве. Все более частыми становились столкновения между иорданскими силами безопасности и палестинскими боевиками, которые открыто носили свою форму, взымали налоги с граждан и набирали рекрутов в свои формирования. На определенном этапе ООП попыталась даже вмешаться в процесс формирования иорданского правительства. Терпение короля Хусейна лопнуло летом 70-го года, когда в ответ на арест нескольких террористов сторонники ООП устроили массовые беспорядки в Омане. Они врывались в гостиницы, захватывали заложников, насиловали женщин. В ходе беспорядков был убит военный атташе посольства США. В сентябре 70-го года Хусейн решился на открытую конфронтацию с ООП. В Иордании вспыхнула гражданская война, в ходе которой правительственные войска убили около 10 тысяч палестинцев, в том числе множество женщин и детей из числа обитателей лагерей беженцев. Боевики ООП и нестроевые члены этой организации искали спасения на израильском берегу Иордана. Они умоляли солдат Цахала, чтобы те взяли их в плен. Тем, кто сумел пробраться на израильскую территорию, была предоставлена медицинская и продовольственная помощь, однако большинство бежавших были убиты у берегов Иордана легионерами короля Хусейна. Инфраструктура ООП в Иордании была уничтожена.